Пение птиц, обилие зелени и живописные виды. Но среди этой умиротворяющей красоты, проницательный взгляд представители Госадомтехнадзора выявляют недочеты. Уже при входе в садоводческое товарищество «Дружба» нарушены требования закона. Пролегающую территорию надо окосить. Перед въездом с правой стороны, особенно здесь бурьян, надо 5 метров по законодательству положено, значит надо окосить. Вдобавок, бункер с мусором переполнен, а справа от контейнерной площадки вообще вопиющее нарушение. Эта несанкционерная свалка обойдется дорого садоводческому товариществу «Дружба». Статьей не предусмотрено предупреждение, и председателю придется заплатить штраф в размере от 50 тысяч рублей. Ну понимаете, они тут валят, вот эти диваны разные, там это все такое. Вот понимаете, сколько раз говорим, что в контейнер нельзя валить, потому что этот грузовик, он не мнет уже эту деревяшку. Правильно? Ну вот люди у нас такими. С начала мая за время проведения операции «Дачники» представители надзорного ведомства обнаружили нарушение 20 садоводческих товариществ. Всего на территории Скорсинского района более 200 садов. В СНТ и пенсионер нареканий нет только к прилегающей территории. На контейнер площадки отсутствует график вывоза мусора. Дальше контейнер переполнен, что не допускается. Второе замечание. И, наверное, все-таки будет замечание по содержанию ограждения. Поскольку оно здесь в таком находится состоянии, бедственном, наверное, полуразрушенное. Обычно на замечание Госадомтехнадзора, председатели садоводческих товариществ реагируют быстро. Да и сами дачники стали сознательнее. Свалок стало меньше. Можно даже сказать, пока из всех проверенных СНТ мы свалки на прилегающей территории не обнаружили. И договора заключены пока у всех СНТ. Сейчас люди, видимо, стали понимать и законодательство, и требования, наши отношения к требованиям законодательства. И, в общем-то, надо сказать, с пониманием откликаются. Все замечания устраняются. Поэтому нам не приходится дополнительно еще привлекать за невыполнение подписаний. В летнее время в дачных домиках возрастает риск возникновения возгорания. Напоминанием садоводам о правилах пользования электроприборами и разведении огня станут агитационные материалы. Основной целью сегодняшнего рейда является предупреждение возникновения пожаров, которые находятся в домах членов СНТ. То есть, такие факты есть. Мы предупреждаем членов СНТ, также развешиваем методические рекомендации, беседуем, проводим встречи с членами СНТ. Операция «Дачники» продлится до 30 октября. Вся задача специалистов Госадомтехнадзора – освидеть выполнение закона, а значит сделать подмосковную землю чище и краше. Евгения Светлая, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.